Добрый день, уважаемые господи! И от всей души хочу поздравить вас с отмечаемым сегодня в России праздником – Днем Семьи, Любви и Верности. Семья – это основная ячейка нашего общества, но семья состоит из отдельных членов. В семье могут быть дети, молодежь и взрослые люди, в том числе пожилые. Для обеспечения социальной безопасности семьи, профилактики социальных рисков и помощи семье, если вдруг она оказалась в трудной жизненной ситуации, необходима высококвалифицированная работа профессионалов. Вот таких профессионалов готовят на факультете социальной работы Российского государственного социального университета. Мы готовим специалистов социальной работы для проведения социального анализа ситуации, для исследования потребностей в социальных услугах, для организации процесса оказания социальных услуг и оценки их качества, для привлечения ресурсов в систему социальной защиты населения. Мы готовим специалистов по организации работы с молодежью, для того, чтобы они умели создавать условия для максимального развития возможностей молодежи, для ее успешной самореализации, для активного включения в жизнь общества. Мы готовим специалистов психолого-педагогического образования, чтобы они помогали социализации, индивидуально-личностному развитию детей и могли сопровождать их, если в этом есть необходимость. Нужно сказать о том, что все наши выпускники востребованы, причем в различных сферах жизнедеятельности. Они работают в государственных органах власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Они работают в системе социальной защиты населения, в системе образования, здравоохранения, пенитенциарной системе. Они работают в системе социально ориентированного бизнеса, занимаются социальным предпринимательством, осуществляют свои функции в благотворительных фондах. Кроме того, что мы формируем достаточно широкий комплекс компетенций у наших выпускников, эти компетенции они могут использовать не только в профессиональной деятельности, но и в своей личной жизни для решения собственных проблем, проблем своего ближайшего окружения. То есть наша профессия – это профессия для жизни. Мы приглашаем вас для поступления на факультет социальной работы Российского государственного социального университета. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Я студент факультета социальной работы. Меня зовут Дмитрий. Я учусь на направлении «Организация работы с молодежью». Всем привет! Меня зовут Юля. Я обучаюсь тоже по направлению «Организация работы с молодежью». На нашем факультете проходит подготовка по трем направлениям. Это «Социальная работа», «Организация работы с молодежью» и «Психолого-педагогическое образование». И сейчас мы передаем слово руководителям образовательных программ, преподавателям, которые вы будете учиться и работать. Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и «Организации работы с молодежью», руководитель образовательной программы «Организация работы с молодежью». Наши выпускники могут осуществлять свою деятельность в различных направлениях. В государственной молодежной политике, в экономической сфере, поддерживая и развивая молодежное предпринимательство, в детских оздоровительных лагерях, в проектной деятельности, в волонтерской деятельностью заниматься. Во время обучения в ВУЗе студенты получают полезные навыки и профессиональные компетенции. На нашем факультете работают преподаватели, стопроцентно имеющие степень доктора наук и кандидата наук. Фактически специальность «Организация работы с молодежью» дает возможность каждому молодому человеку сформировать лидерские навыки и умения, прокачать ведущие компетенции. Наши выпускники могут состояться в различных направлениях. И мы гордимся нашими выпускниками. Меня зовут Никита Родин, и я студент Российского государственного социального университета в направлении подготовки «Организация работы с молодежью». Что же это значит? Это значит, что за время своего обучения я уже сейчас познакомился с огромным количеством интересных и классных людей, принял участие во множестве различных форумов, конференций, круглых столов, интерактивных игр, имел возможность сам их организовывать, принял участие в деятельности многих детских и молодежных объединений, участвовал в реализации разных по масштабам проектов, интереснейшей исследовательской деятельности и так далее и тому подобное. направление деятельности можно перечислять очень и очень долго. К чему я это? Моя студенческая жизнь невероятная, насыщенная и интересная. И уже сейчас у меня есть достаточно большой багаж опыта и необходимых знаний для того, чтобы быть весьма ценным для работодателей, ищущих специалистов по нашей специальности. И абсолютно такими же возможностями обладают все студенты нашего направления подготовки. А теперь слово предоставляется Квитковской Ангелине Анатольевне, кандидата педагогических наук, доценту кафедры социальной педагогики и организации «Работа с молодежью», руководителя образовательной программы «Психолого-педагогическое образование». Уважаемые абитуриенты, я расскажу вам об особенностях профессиональной подготовки по направлению «Психолого-педагогическое образование» на факультете социальной работы. Меня зовут Квитковская Ангелина Анатольевна, я являюсь доцентом факультета социальной работы. Рядом с нами разные дети с разным уровнем развития, с разным уровнем социальной адаптации и разным уровнем состояния здоровья. Если вы хотите научиться помогать таким детям, приходите к нам, мы научим вас технологиям социально-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения таких детей. Преподаватели нашего факультета осуществляют качественную подготовку по социально-педагогическому сопровождению детей в семье. Особенностью профессиональной подготовки по направлению психолого-педагогического образования является то, что проективную деятельность мы осуществляем совместно с потенциальными работодателями в образовательных учреждениях, в культурно-досудовых учреждениях и в учреждениях профессионального образования. Во время деятельности проектирования вы не только изучите особенности развития современной системы образования, увидите эти изменения на практике, но мы совместно разрабатываем и внедряем новые технологии в организацию работы общеобразовательных учреждений. Так, в 2005 году мы одни из первых научились работать и сопровожать детей с различными состояниями здоровья и овладели технологией тьютерства. Коллектив автора был удостоен премии президента Российской Федерации за здоровье привлекающей технологии в образовательных учреждениях. Поэтому мы одни из первых знаем технологию тьютерства. Если вы хотите помогать детям в любой социально-экономической ситуации, быть полезным в разные времена, приходите к нам, мы научим осуществлять качественную социально-биногическую помощь, психо-биногическую поддержку разным категориям детей. Также мы предоставляем слово Аникиевой Ольге Александровне, кандидату социологических наук, доценту, заместителю-председателя Федерального учебного методического объединения «Социология и социальная работа». Российский государственный социальный университет готовит специалистов по социальной работе уже без малого 30 лет. Это по-настоящему многогранная творческая профессия. Чтобы помогать людям, надо быть и юристом, и экономистом, и психологом, и социологом, и, конечно же, педагогом. Надо иметь очень хорошие коммуникативные навыки, надо иметь понимать людей, понимать и беды, и проблемы, и, конечно, находить пути выхода из этих проблем. Для этого нужны и организационные навыки. Каждый процесс нуждается в целеполагании. Надо понять, в чем дисфункции, а это исследовательские функции. Именно на этом стоит преподавание на факультете «Социальная работа». Здесь происходит единство знаний, умений, навыков, социальных компетенций. Здесь формируется личность, которая может оказаться творческой и высоко востребованной. На факультете есть две базовые кафедры, которые работают на основе территориального центра социального обслуживания. Очень сильны связи с работодателем. И в этом смысле каждый студент имеет возможность стать совершенно уникальной личностью, способной реализовать себя в очень многих сферах, конечно, прежде всего, в сфере социального обслуживания и социальной защиты. Социальная работа – это благородная профессия, которая позволит не только каждому человеку выйти из трудного положения, но сделать благополучным и счастливым все наше общество, станет зародом социального прогресса. Всем привет! Меня зовут Пахомова Елена. Я выпускница Российского государственного социального университета. Я окончила ВУЗ по двум специальностям – это социальная работа и социальная психология. В настоящее время работаю в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, занимаясь выработкой государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов. Собственно, работаю по той специальности, которую получила в любимом ВУЗе. Кстати, в Министерство я попала тоже благодаря ВУЗу, придя студенткой на практику. С момента нашего выпуска прошло уже 4 года, и по сей день очень теплые воспоминания от университета, от учебной работы, от активной мне учебной работы, от тех преподавателя, которые вложили нас в такие знания, которые по сей день используют в своей трудовой деятельности. Поэтому большое спасибо ВУЗу, спасибо кафедре, декану. Поступай в РГСУ. Юля, а ты знаешь, что сейчас без выпускников нашего факультета никуда. Они значимы для современного общества. Дима, полностью поддерживаю тебя и с удовольствием хочу передать слово нашим партнерам и работодателям, которые расскажут, какими навыками должен обладать специалист по социальной работе и почему при выборе ВУЗа стоит остановить свое внимание на РГСУ. Современный социальный работник – это и юрист, и экономист, и реабилитолог, и психолог, и медик, и даже если понадобится менеджер. Потому что ты должен обладать большим спектром знаний, чтобы помочь конкретному человеку в конкретной трудной жизненной ситуации. И Российский государственный социальный университет готовит таких высококлассных специалистов. Что еще очень важно, выпускники РГСУ по окончании ВУЗа сразу приспособлены к работе в отрасли. Они могут прийти и на следующий же день начать работать. Также РГСУ – это возможность получить лидерские, организаторские, коммуникативные способности. Потому что студенческая жизнь максимально богата на разные мероприятия. И ты можешь быть просто сторонним наблюдателем, можешь быть участником, можешь быть зрителем, ну и можешь быть, естественно, организатором. И получив хорошее образование в аудитории, получив широкие возможности, личностные компетенции в студенческой жизни, ты являешься высококлассным специалистом. Поступайте в РГСУ и приходите работать в социальную защиту Москвы. Дорогие абитуриенты, сегодня время диктует необходимость новых подходов в решении социальных проблем. А значит, нужны профессионалы, владеющие современными технологиями работы с населением. Специалисты в области социальной работы должны обладать способностью решать социально-политические вопросы, вносить и вникать в содержательные, этические аспекты, повышать эффективность оказываемых услуг в соответствии с общепринятыми законами и принципами. Должны быть многофункциональны, обладать юридическими, психологическими, коммуникационными знаниями, знать основы геронтологии, оказания медицинской помощи и многое другое. С уверенностью могу сказать, что все эти навыки и качества присущи выпускникам Российского государственного социального университета. Тысячи высококвалифицированных специалистов, выпущенные из стен этого университета, успешно работают на благо нашей Родины. Спасибо, ждем вас всех в РГСУ. Наши направления подготовки активно развиваются за рубежом. В первую очередь это касается социальной работы. Студенты могут поехать за границу на обучение по программе международного студенческого обмена или на стажировку, или на краткосрочную стажировку. Помимо знаний по специальности, такая поездка поможет повысить уровень знаний английского или любого другого иностранного языка. А сейчас мы передаем слово Брайну Литтл Чайлду, профессору социальной работы в университете Хартфорджера, Англия. Брайан, скажите, пожалуйста, почему социальная работа сейчас настолько актуальна? Брайан Литтл Чайлд, профессор на Университете Хартфорджера, и я также профессор на Университете Хартфорджера, в Чехе Републик, и господисменты за Европа Существует Существует, в Европе Существует Существует, который состоит в основном университете Существует, Университет Существует, Я очень рада. То, что я буду вас делать обо efforts на университете Хартфорджала, потому что я记beh, это отличная профессия. We set out to deal with the personal problems and the structural difficulties for individuals and groups of people in our societies. I am there as a social worker to engage at a very personal and emotional level with the difficulties and problems which my clients might be facing. I am also there to work with communities who may be living in some of the most poverty-stricken and disadvantages of areas in England, and all of us do this around the world. I am proud that our values set out to do this with some people who are not valued in our different societies. Например, Всероссийская студенческая олимпиада по направлению социальной работы, олимпиада Я-профессионал, WorldSkills и Обилимпикс. Наши студенты – самые активные волонтеры. Они принимали участие в сопровождении параолимпийских игр в Сочи, чемпионата мира по футболу 2018, акций «Бессмертный полк» и других крупных мероприятиях. А совсем недавно в рамках Всероссийского студенческого выпускного выпускник нашего факультета Максим Бондаренко получил диплом и грамоту с подписью президента России и памятную медаль за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Поздравить Максима приехали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» и ректор РГСУ Наталья Борисовна Точинок. А сейчас у нас на связи Максим Бондаренко, который расскажет о волонтерстве. Уже со школьной скамьи я начал заниматься добровольнической деятельностью и понимал, что в дальнейшем мне нужен институт, который поможет мне реализовать себя в науке, в добровольничестве и творчестве. Таким институтом оказался Российский государственный социальный университет. Именно там я смог выбрать свой путь развития. Добровольничество дает много возможностей и реалий. Одно из них оказался проект «Но вместе», в котором смогли реализовать себя тысячи волонтеров по всей стране. Это привело нас всех к огромному толчку в добровольнической деятельности и открыло много возможностей в развитии страны. Лично я успел построить командный проект с нуля и помочь реализовать его в регионах нашей Родины. Мы рядом. Мы вместе. Мы рядом. Мы вместе. Студенты факультета социальной работы ответственно учатся, активно участвуют в социальной жизни. А еще они иногда находят в стенах университета свою половинку, с которой создают семью и вместе идут по жизни. Как это, например, сделал выпускник факультета Кирилл Горский? Поступить в РГСУ я сразу же понял, что буду не только обучаться по выбранной профессии, но и смогу принимать активное участие в студенческой жизни университета, а также заниматься научной деятельностью. Уже на первом курсе я принял участие в проведении международного социологического исследования, по результатам которого была выпущена монография. Также я начал активно участвовать в студенческой жизни нашего университета, а именно играть в КВН, участвовать в выездах со студенческим активом нашего университета в подмосковный пенсионат города Рузы, а также стал победителем студенческой социальной весны 2016 с номинацией авторское чтение. На втором курсе своего обучения я стал председателем лидеров факультета социальной работы, еще больше окунулся в студенческую жизнь, но я никогда не забывал и про науку. И участвовал в международном чемпионате World Hills по компетенции «Социальная работа» и Олимпиаде «Я профессионал». По окончании обучения все мои труды и старания были вознаграждены, ведь я получил красный диплом и был награжден серебряной, а также золотой медалью в гордости открытия университета. Но в череде всех этих ярких событий в моей жизни была черная полоса. В конце первого курса погибли мои родители. И только благодаря поддержке студентов и преподавательского состава нашего университета я смог справиться с этой трагедией. Я также был благодарен своему университету за то, что в его стенах я нашел настоящую любовь. Теперь у меня есть жена Даша и мой сын. Спасибо вам большое, ребята. Мы за вас очень рады. И поздравляем вас с Днем Семьи, Любви и Верности. Подводя итог нашей сегодняшней встречи, хочется сказать, что профессии, по которым идет подготовка на наших направлениях, очень сложные. Они подразумевают общение с большим количеством людей и решение большого количества проблем. Но при этом наши профессии очень интересны и ответственны. Поэтому приходите в наш российский государственный социальный университет. Мы ждем именно тебя. А еще не забывайте, что если вы к нам придете с профильной программой колледжа, то сможете поступить на сокращенную программу. Спасибо, друзья. Мы желаем вам всем удачного дня. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»